Добрый вечер на телеканале СТВ новости в студии Рахат Батребекова. В начале коротко о главном. Президент страны посетил красную зону. Более 300 зараженных. Специалисты говорят об ухудшении эпидситуации. Захват здания и акция протеста. Женщины пытались провести акцию массажения. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров сегодня посетил красную зону в Республиканской клинической инфекционной больнице в городе Бишкек. Сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. Главный врач учреждения Гультигит Алиев проинформировал, что в данное время на лечении находится 354 пациента, из которых 14 находятся в крайне тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии 144 человека. Он рассказал о работе медучреждения, о лечении и качестве оказания медицинской помощи пациентам. Министр здравоохранения и социального развития Аламкадыр Бишаналиев сообщил о текущих мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Кроме того, выделено 200 миллионов сомов, которые будут направлены на закупку необходимых медикаментов и средств индивидуальной защиты, а также 157 миллионов сомов предусмотрены за пролеченные случаи коронавируса. В красной зоне глава государства спросил о здоровье пациентов и условиях их лечения, в том числе и тяжелобольных, находящихся в реанимационном отделении. После выхода из красной зоны Садыр Джапаров побеседовал с медицинским персоналом, поинтересовался их имеющимися проблемами. В рамках заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Турга-Дюргу Кукинеша Талант Мамытов сегодня провел встречу с председателем Мили Меджелиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. На встрече были обсуждены приоритетные направления сотрудничества сторон, а также вопросы развития взаимоотношений между двумя братскими республиками в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Талант Мамытов и Сахиб Гафарова отметили позитивные сдвиги в торгово-экономических отношениях стран, однако признали, что товарооборот между Кыргызстаном и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу двух стран. Тем временем в Кыргызстане растет число заразившихся. Только за прошедшие сутки выявлено 305 новых случаев коронавирусной инфекции, COVID-19 и вне больничной пневмонии, сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития. По их данным в Бишкеке 186, в АШ-7, в Чуйской области 89, в Талантской области 4, в Нарынской области 1, в Высокольской области 12, в Джалабадской области 4 и в Баткенской области 2 случая. Всего за весь период зарегистрировано 91 144 случая. За сутки от коронавируса выздоровели 178 пациентов и 6 летальных исходов. Органами Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана возмещено в доход государства более 5 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. Из них 2 млрд сом в виде имущества, более 3 млрд сом в виде денежных средств. При этом часть из указанных денежных средств аккумулируется на депозитной счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел по производству, по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования денежные средства также в полном объеме будут переданы в бюджет государства. Также Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана прекратил уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя таможенной службы Раимбека Матраимова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. Как ранее сообщили в ГКНБ, 18 февраля 2021 года, экс-заместитель председателя таможенной службы Раимбек Матраимов был задержан в рамках уголовного дела по факту легализации, то есть отмывания преступных доходов, и в отношении него было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что основанием для начала досудебного производства явились материалы журналистского расследования учреждения Азотек Медиа. Распространенные в сети интернет, в том числе о наличии у Матраимова дорогостоящего имущества в Эмирате Дубай. В целях установления истины по делу следствия были направлены соответствующие запросы в компетентные органы стран СНГ, Европы, КНР, Турции, а также в Эмират Дубай о наличии у Матраимова и членов его семьи никаких-либо активов на территории данных стран. Однако, согласно официальным документам компетентных органов, указанных государств Матраимов и членов его семьи, не имеют движимое и недвижимое имущество. В этой связи, а также с учетом требований действующего уголовного процессуального законодательства, уголовное дело в отношении Матраимова было прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. В селе Пригородное сегодня группа женщин захватила здание Айлук-Метю и выдвинула свои требования. Они просили помочь решить им вопросы за должность и по кредитам. В противном случае участницы готовы на акт самосожжения. С места события смотрите далее. Около 15 женщин захватили здание Айлук-Метю. Они протестуют из-за долгов по кредитам, угрожают самосожжение. Здание полностью отцеплено. Здесь дежурят медики и сотрудники пожарной службы. Ранним утром в здании Айлук-Метю, села Пригородное, ворвались несколько женщин. Все происходило тогда, когда охранник госучреждения убирал во дворе и обходил территорию. Зайдя вовнутрь, женщины закрылись изнутри и начали выдвигать свои требования. Ну а требование одно – проблема кредитов. В данной ситуации могу сказать, что неизвестные люди, не наши жители, сегодня утром в 5 часов утра, во время, когда проходила пересменка, готовился к пересменке охранник, ворвались с здания Айлук-Метю, после закрылись и просят, чтобы мы решили вопрос по заемщике кредита, решить проценты кредитов. Участники акции заявили, что женщины три дня митинговали возле правительства, но на них никто не обратил внимания, и им пришлось пойти на такие меры. Сразу на место происшествия приехал представитель Национального банка. Мирлан Айтпасов сказал, что Нацбанк готов организовать площадку для переговоров с коммерческими банками для этих женщин. Ранее проводилась встреча с участницами акции. На ней были разъяснены процедуры. Было сказано, что такой вопрос невозможно решить в массовом порядке. Было предложено решать каждый вопрос индивидуально. Мы предложили организовать площадку для переговоров. Мы готовы содействовать в решении вопросов. Спустя несколько часов на место прибыл вице-премьер-министр Улубек Карымшаков. После переговоров вместе с представительницами захвативших здания женщин, он уехал из пригородного Бишкек для встречи с премьер-министром Улубеком Ариповым. Они захватили госздание. Это уже нарушение закона. Кроме этого, они просят решить их вопросы с займом. Большинство банков, где они брали кредиты, коммерческие. Сейчас вышли двое их представителей. Поедем переговаривать с главой правительства. Дальше будет ясно. Как отметили в ГУВД Чуйской области, действия захватчиков не останутся безнаказанными. Через пару часов женщины вместе с Улубеком Карымшаковым вернулись из столицы. Затем все, кто находился внутри, освободили здание. По информации, при участии премьера-министра Улубека Марипова, представителей протестующих, вице-премьера Улубека Карымшакова и полпреда правительства Чуйской области удалось убедить женщин не идти на крайние меры. Договорились провести заседание в субботу с участием главы правительства. Рахат Батрибекова, Бейсултан Мурадилов, СТВ. Спустя год после масштабных ремонтных работ КПП «Акджол» вновь открыл свои двери гражданам страны и туристам. Торжественное открытие состоялось 2 апреля этого года. В торжественной церемонии присутствовали премьер-министры Кыргызстана и Казахстана. РТС Тулубаев является гражданином Республики Казахстан. Так получилось, что живет он на две страны. Сам в Казахстане, а вот родители в Кыргызстане. Тулубаев часто навещает родителей, поэтому помнит, как было раньше сложно переходить границу двух стран. Теперь с новым современным пропускным пунктом ездить в гости к родным стало намного легче. Сейчас вот первый раз только прохожу, вот я в данный момент понравилась, еще и все новое посмотрел аж. ПЦР взял за грампаспорт с собой. У нас получается, кто к родителям, кто к родственникам едут. Но ПЦР обязательно требует. ПЦР вот вчера я сдал, сегодня получил. При модернизации КПП «Акджел» автодорожной были учтены все замечания и требования согласно международным стандартам. Исправлены все недочеты, которые причиняли неудобства буквально всем. Начиная с самой пешеходной дорожки от шлагбаума и паспортным контролем, заканчивая ПЦР тестами на местах. Медики дежурят бесперебойно, тщательно проверяют наличие всех необходимых анализов и документов. Здесь цель такая, масочный режим, социальная дистанция и обязательно ПЦР-анализы у проходящих через наш пост. И граждане какие мы записываем, Россия, Турция, Казахстан или Кыргызстан, мы у всех запрашиваем ПЦР-анализы. В основном здоровые, но были несколько, которые с симптомами, мы их, если это граждан Казахстана, мы их не запускаем. Если температура 37 и больше и какие-то симптомы, мы их не запускаем. Если это наш житель, мы берем ПЦР-анализ и отправляем на домашнюю обсервацию на 14 дней. Стало также удобно не только гражданам, но и самим сотрудникам. На рабочих местах имеется все необходимое для хорошей, качественной и слаженной работы. Теперь процесс регистрации граждан проходит намного быстрее, отчего поступает много позитивных отзывов от самих посетителей. Условия шикарные, очень красиво, очень все чисто. Дети даже заметили, и в туалетах везде чисто. Спасибо. Мы очень рады вступить на вашу землю, мы так соскучились. Спасибо этой возможности, что наконец-то мы у вас. Какие же требования существуют на сегодняшний день для прохождения границы отечественными гражданами, рассказал начальник КПП Бакыт Шамурзаев. От наших граждан основания для пребывания в соседней республике и ПЦР-тест. Там приглашение от медицинских учреждений, в том числе родственные связи, воссоединение семьи. И вот обладатели дипломатических паспортов, водители грузовых транспортов. Такие ограничения пока еще наши соседи держат. Это до этого годы. Вот, смотрите, раньше такой паспортный контроль для водителей. Прежним пунктом пропуска, если было на одну сторону 8 кабин паспортного контроля, на сегодняшний день для пешеходов у нас увеличено до 19 кабин паспортного контроля. Это не считая паспортного контроля, который оформляет водителей транспортных средств. И для транспортных средств, которые вот сейчас тоже стоит отметить, что раньше было 2 полосы в одну сторону в движении, а сейчас уже 4 полосы. Итого 8 полос. 4 на выезд, 4 на въезд. То есть мы одновременно можем оформить 8 машин. И что 4 на выезд, что на 4 на въезд. С досмотром и с регистрацией водителей. Как отметил на торжественном открытии премьер-министр Улукбек Марипов, страна начинается с границы. Поэтому очень хочется надеяться, что и впредь иностранные граждане будут посещать Кыргызстан с искренней радостью, а уезжать только с хорошими и теплыми эмоциями от сервиса, в первую очередь, и от гостеприимства кыргызского народа. Мария Мьянфу, Кельдебек Уланбеков, СТВ. Сегодня в Академии Государственного управления при президенте Кыргызстана прошла конференция, целью которой является развитие дорожно-строительной инфраструктуры, а также применение новых моделей государственного управления и финансирования. На данном мероприятии собрались члены государственного управления для решения проблем, которые накопились в течение 20 лет. Сегодняшняя презентация посвящена новой модели финансирования, так как в связи с нынешней ситуацией, возможно, нехватка инвестиций, заявил департамент консульской службы Миран Исагалиев. В гражданской отрасли, как вы сами знаете, много проблем, очень много проблем. И мы хотим, чтобы между бизнесом и государством был такой диалог совместный, чтобы мы друг друга понимали. Естественно, у нас есть здесь проблемы. Бизнесмены по-своему говорят, но государство по-своему. Мы хотим найти в круглом с собой общий диалог. Для того, чтобы развить инфраструктуру в Кыргызстане, мы постоянно изучаем опыт других стран. Например, как показывает опыт Японии, который также, как и Кыргызстан, является горной страной. У нас имеется хороший потенциал к инфраструкционной застройке всего нашего горного ландшафта так, что это позволит существенно облегчить нашу транспортную логистику, говорит директор Академии государственного управления в Кыргызстане. Мы прорабатываем этот проект, изучая три основных направления. Это новые методы управления инфраструктурной отраслью, какие-то новые технологии и новая модель финансирования. И сегодня мы как раз хотим представить, презентовать, какую новую модель финансирования мы можем предложить, как раз в условиях того, что, возможно, у нас будет нехватка иностранных инвестиций в связи с кризисом. И как Кыргызстан может нащупать свою собственную модель нахождения внутренних инвестиций, крыгызских инвестиций. Хорошая инфраструктура не только способна развить туризм в стране, но и существенно стимулировать экономику. Об этом свидетельствует опыт Германии, Японии, Китая и других стран. Войскам пора возвращаться домой. В открывшихся в Нидерландах кафе нет отбоя от посетителей. Криптобиржа Coinbase выходит на фондовый рынок. Голоса Анголы. Семейный бизнес о событиях в мире смотрите далее. Военная кампания США в Афганистане близится к завершению. Американский президент Джо Байден принял решение полностью вывести войско из страны к 11 сентября, 20-й годовщине крупных терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в ответ на которые США начали в Афганистане военную операцию. Байден заявил, что вывод войск начнется 1 мая и будет проводиться организованно, продуманно и с соблюдением необходимых мер безопасности. «Пора завершить самую долгую войну Америки. Войскам пора возвращаться домой. После того, как мы подверглись нападению, мы начали войну, преследуя ясные цели. И мы их достигли. Бен Ладен мертв. Аль-Каида в Афганистане уничтожена. Пора закончить эту бесконечную войну». За годы военной кампании в Афганистане погибли более 2400 американских военнослужащих, около 20 тысяч были ранены. Значительные потери понесли и союзники США по коалиции. Ситуация с коронавирусом во Франции остается напряженной. Количество зараженных продолжает расти. А число умерших от COVID-19 в стране уже сегодня может превысить отметку 100 тысяч человек. На этом фоне правительство пытается наверстать темпы вакцинации. Накануне власти сообщили о распределении по всей стране 200 тысяч доз вакцинации от коронавируса производства американской компании Johnson & Johnson. Несмотря на то, что 13 апреля было объявлено о приостановке поставок препарата в Яросоюз в связи с выявлением случая возникновения тромбоза у привитых пациентов. Но в правительстве Франции утверждают, что эта вакцина безопасна. Греция планирует отменить карантинные ограничения со следующей недели для путешественников из ЕС и пяти других стран, включая Великобританию, которые были вакцинированы или имеют отрицательный результат теста на COVID-19. А в Нидерландах, в Утрехте, в качестве эксперимента открыли пять кафе, чтобы посмотреть, как пройдет процесс перезапуска, как они смогут работать в долгосрочной перспективе и насколько это будет безопасно для посетителей. В открывшихся кафе нет отбоя от посетителей. Более полумиллиона человек пытались забронировать столик, но повезет только трем тысячам, при условии, если они и представят отрицательный результат теста на коронавирус. Американская биржа, криптовалют, Coinbase выходит на фондовый рынок с первичным публичным предложением своих акций. Они будут размещены на бирже «Нашдак», специализирующейся на акциях высокотехнологических компаний. Акции размещаются методом прямого листинга, то есть продаваться будут уже существующие акции пайщиков криптобиржи Coinbase. По мнению аналитиков, ее выход на фондовый рынок станет крупнейшим первичным размещением акций со времен выхода на биржу компании Facebook. Coinbase была создана в 2012 году. Сейчас на ней торгуют набирающими популярность криптовалютами около 43 миллион человек. В прошлом году доход биржи удвоился, достигнув более 1 миллиарда долларов. По некоторым оценкам, рыночная капитализация Coinbase может составить 100 миллиардов долларов. Таким образом, она может войти в сотню самых дорогих публичных компаний, обогнав по стоимости американскую фондовую биржу и «Нашдак». Если вам доведется побывать в Калии, в провинции Уамба, в юго-восток от Луанды, вы отметите, как благоухает воздух. Здесь находится цветочная ферма МММ. Это семейный бизнес, которым управляет Дульси Оливьера. Сейчас компания возглавляет Дульси, а ее мама помогает опытом и советами. Глобальная пандемия принесла им проблемы, но также открыла новые возможности. Сокращение импорта способствовало продажам цветов на внутреннем рынке. По мере развития цветочного бизнеса МММ-фарм занялась еще и производством фруктов. Здесь уже растут лимоны, лаймы и апельсины. А сейчас ферма делает упор на авокадо. Бизнес расширяется, экспорт растет. Компания получила известность благодаря пасте из перца чили, название которой стало в Анголе именем нарицательным. Сейчас фирмой руководит она, но и мать отдел не отходит. Камарта – первая в своем роде компания, которая производит, упаковывает и продает традиционные продукты. Управлять пищевым микропредприятием во время пандемии непросто. Поиск ингредиентов по конкурентоспособным ценам может оказаться сложной задачей. Да и покупатели бывают не всегда. На этом у меня все. Далее эфир продолжит прогноз погоды на завтра. Я с вами прощаюсь. До свидания. Я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok